Финляндия 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 К примеру Обеспечению Даже по Рейтинг счастью То мы видим что Финляндия по многим вопросам Находится в топе В некоторых местах даже Она первая К примеру По коррупции Она занимает Ну первое место Делит его Примеру там с Швецией Или с Норвегией В общем мы видим что Финные вообще Очень молодцы Многого добились И частично раздражение вызывает у многих российских чиновников То, что это бывшая Российская империя Это был кусок, который принадлежал к России, к Рыляндии, к Апландии И получается, что ребята отделились и добились всего, и живут все прекрасно Хотя и Сталин, не хотя бы большую территорию, и война против них была Ребята выжили, доказали свою жизнеспособность, устойчивость И сегодня тихо, спокойно, мирно живут Поэтому страна в чем-то уникальная, вызывает восхищение И так, что же говорят люди, которые там живут И у меня есть тоже друзья, знакомые То в целом мы видим, что финны это очень хорошие люди У них, да, действительно есть свой характер Нордический, назовем так Нордический характер, но в целом это люди очень пунктуальные Это люди, которые очень ценят личное пространство Которые не вмешиваются в дела других Ну и стараются, конечно, чтобы всем жилось хорошо в их стране И в принципе мы видим, что вот это отношение к коррупции Отношение к правилам у них вообще безупречно То есть нулевая коррупция и нарушение правил караются очень серьезно За счет этого мы видим безопасные дороги Практически не бывает аварий со смертельным исходом Это нонсенс, если такое происходит Все это достигается за счет того, что каждый финн, он старается жить по правилам Жить и не мешать жить другим Такой американский лозунг Ну давайте вначале обсудим минусы в Финляндии Потом обсудим их плюсы После чего мы обсудим, какие есть способы иммиграции в Финляндию Ну давайте поговорим с минусов Ну конечно, для многих минус это погода Это суровый климат, это северная страна Хотя многие, кто живут в Питере, в Карелии, в Петрозаводске, в Мурманске Это то же самое Поэтому по сути, если вы живете в этой полосе То для вас это просто перейти границу Остальное по природе останется то же самое Только общество другое Но мы видим, что проблема, как я уже говорил С Норвегией, с Швецией, да и с Питером Это то, что гольфстрим потихонечку замирает Гольфстрим, который отходит от США в районе Флориды И идет уже в направление Северной Европы Который греет Англию, греет Скандинавию Включая Архангельск и Мурманск А гольфстрим потихонечку слабеет И, конечно, это чувствуется Температуры в севере Европы падают И мы не знаем, чем это все закончится Как пойдут ветра, течения Возможно, что скоро будут большие перемены Это вызывает определенную беспокойность Особенно у англичан Не боятся, как бы вообще Британия не превратилась Во второй, получается, Рекиавик И мы видим, что в Исландии у них не сильно омывается течение Поэтому там очень холодно И Англию ждет примерно то же самое Если они не будут гольфстримы Ну ладно, это все прогнозы на будущее Мы не знаем, когда это будет Надеемся, что это не произойдет Какие еще есть минусы в Финляндии? Минусы, то, что для многих считается и плюсом Это слишком строгие законы Не всякий русский захочет жить по этим строгим законам Это, он будет считать, что стесняет его русскую душу Он хочет там детей упить Почему ему там нельзя этого делать? Ну нельзя, так бывает Поэтому, в принципе, по менталитету надо смотреть Подходит тебе эта страна или нет Ну многие, конечно, бегут из России Или из других стран как раз От того произвола, который там существует И им хочется порядок Хочется спокойствия Хочется, что их никто не трогал И чтобы дети были в безопасности В этом случае Финляндия, конечно, страна для вас Итак, следующий минус Финляндии Это, естественно, то, что она не входит в НАТО Тем самым она очень уязвима Учитывая то, что сейчас делает Россия в разных направлениях Финны очень напряглись И неспроста Потому что армия у них маленькая Амбиций у них никаких Защищать их, по сути, некому Да, они в Евросоюзе Но Евросоюз не будет вступать в войну с ядерной державой Ради такой территории Это все понимают Это понимают и шведы, и норвежцы, и эстонцы Все прибалты, в принципе Поэтому это одна из головных болей в Финляндии Они сейчас думают, что с этим делать Финны особо не могут Также делать какие-то движения в сторону НАТО Они боятся Боятся провокации Боятся, что территорию могут оттяпать обратно Есть такие сомнения у них большие Поэтому Финляндия, в принципе, не хочет ссориться с Россией Россия признана официально безопасной страной С точки зрения Финляндии Многие вопросы уваживаются в пользу России Финны очень часто не идут на конфронтацию, идут на компромисс И они пытаются максимально где-то возможно с Россией сохранить хорошее отношение Достаточно мудрая позиция Потому что имея такого гигантского агрессивного соседа Маленькая крохотная страна Она не хочет повторения событий Русско-финской войны, например Мы знаем, что это очень дорого стоило в Финляндии И с землей, и с жертвами, естественно Но давайте поговорим немножко о плюсах О позитивных вещах в Финляндии Мы уже сказали, что это стабильная экономика Мы видим, что это прекрасная природа Прекрасная экология Хорошие законы Приличные люди Это Евросоюз Это одно из лучших образований в мире Это правда И не только школьное образование Это касается университетского образования В большинстве случаев оно просто бесплатное Из особенностей в Финляндии Мы видим, что там 5% говорит на шведском языке 2% говорит на русском языке И все остальные говорят, естественно, на финском языке Но государственный язык у них и финский, и шведский Поэтому, в принципе, если вы знаете эти два языка Вы можете в Финляндии прожить спокойно Официально она называется Суоми Эта страна А именно как Финляндия Это шведское название И мы переняли это шведское название Вообще у финнов очень тесные давние отношения с Швецией Периодически Швеция владела Финляндией Тогда, когда не владела Россия В том числе И как бы Вообще финны очень близкие со шведами У них там общие есть телеканалы Есть у них студии, киностудии общие И это, в принципе, страны, которые живут бок о бок И на самом деле очень много иммиграций в Финляндию Было прежде всего из Швеции Это известный факт То есть, примерно за последние 10 лет Как говорят, около 70 тысяч было иммигрантов Официальных в Финляндию Из них примерно 40 тысяч Это были именно шведы По разным на то причинам Но мы видим, что на территории Швеции Живет много финнов И на территории Финляндии живет много шведов Особенно в западной части На границе Это немножко такой пазл И идет небольшое смешение там Итак, продолжаем про Финляндию Какие у нас есть возможности иммигрировать в Финляндию Во-первых, мы видим, что есть очень простой, банальный способ Этот способ был особенно развит в конце 80-х Вплоть до 2010 года Можно было в Финляндию переехать по этническим причинам Мы знаем, что в Финляндии есть разные народности Одна из народностей это ингерманландцы И мы знаем, что ингерманландцы Они населяли территорию бывшей Финляндии Их осталось очень много в Карелии И их очень много также есть в Эстонии И вот по закону, который был в Финляндии до 2010 года Каждый ингерманландец мог подать заявление И оно было рассмотрено в Министерстве миграции И человек мог получить гражданство Финляндии на этом основании Потому что Финляндия считает ингерманландцев своими гражданами Ну просто которые в воле судьбы оказались на территории других государств Ну в том числе от Советского Союза На самом деле таких людей достаточно много И если вот житель Карелии, к примеру Или Эстонии Он посмотрит у себя в родословных документы Он может увидеть, что в документах или свидетельствах рождения Дедушки, бабушки или родителей Написано, что они финны Или ингерманландцы Или представители другой финно-угорской группы И что же тогда делать? Ну до 2010 года можно было подать заявление И оно было бы рассмотрено Человек мог получить гражданство Или по родителям, по дедушке с бабушкой Там у них был такой принцип Что нужно хотя бы, если один из родителей Был гражданином Финляндии или этнический финн Или это должны были быть оба или двое бабушки и дедушки Ну любые двое Но потом закон немножко ужесточили Сегодня нельзя получить гражданство Но можно получить вид на жительство И тем самым, если ты доказываешь И тебя рассматривают И видят твои тесные связи Это очень хорошо Если ты немножко даже говоришь на одном из двух государственных языков В финском или шведском Еще лучше Конечно, это очень сложный закон Он очень хитро сплетенный Когда может подавать до 18 лет Когда до 16 лет Какие связи должны быть Каких не должно быть Степень родства Степень вовлеченности Ты или был гражданином Или ты рожден от гражданина Или бывшего гражданина Финляндии Или это был этнический финн Но тогда под другой закон попадаешь В общем, все это очень сложно Не буду на этом останавливаться Это можно в принципе Если у тебя есть какие-то Хотя бы наметки Какие-то корни, зацепки Ты можешь пойти в консульство Финляндии Показать, что у тебя есть Выложить все карты Они посмотрят на эти документы И не скажут, на что ты можешь рассчитывать И что тебе нужно делать Чтобы добиться своей цели Если это, конечно, возможно Поэтому в России таких людей Достаточно много За последние 10 лет Переехало порядка 30 тысяч Таких ингерманованцев Из Карелии, из Эстонии Многие получили гражданство Но кто не успел Получили просто вид на жительство Это тоже неплохо Есть разные виды Виды на жительство в Финляндии Временные Постоянные И перманентные И по сути Люди такие могут получить Постоянный вид на жительство И в итоге Получить гражданство Через какое-то время То есть это не проблема Поэтому первый способ Самый простой Это иммиграция Через свои корни финские Примерно как есть Немецкая программа Как и еврейская программа То есть у финнов Есть такая же программа И если у тебя есть критерии По которым ты подходишь То в принципе Почему бы и не воспользоваться Этой программой Тем более обычно Люди бывшие финны Живут в таких северных Широтах И им переезд не проблема Другой вид иммиграции Это учеба Очень популярный вид иммиграции В Финляндию Потому что В Финляндии хорошее образование Оно не дорогое Иногда и бесплатное И многие люди Они начинают учиться Получают Также Временный вид на жительство Вообще любая учеба Больше трех месяцев В Финляндии Это нужно Обязательно получать Вид на жительство Это можно делать В посольстве В консульстве Иногда в самой Финляндии И таким образом Многие зацепляются Уже живут в Финляндии Переводят свой вид на жительство На перманент И дальше уже со временем Могут Через четыре года Вообще легализоваться И выйти В перспективе на гражданство Ну конечно Для учебы надо знать Хотя бы английский В хорошем состоянии И хотя бы начальный финский Это важно И дальше ты уже финский свой Подтягиваешь И вперед Учеба Это отдельная тема Хорошая тема И многие Вот Россияне Там Украинцы Они Таким образом Используют Возможность учебы Чтобы оказаться В Финляндии Другой способ Переезда Это работа Финны Очень часто Привлекают Иностранную Рабочую силу Раньше с этим Была проблема Но когда уже вступила Финляндия В Евросоюз Это обмен кадрами Это в принципе Свободная политика Многие финны Уехали из Финляндии В Европу И многие европейцы Приезжают Жить и работать В Финляндию И в принципе Если у тебя Сферы Которые В Финляндии Востребованы Этих сфер Достаточно много Это и IT Специалисты И инженера Различные И профессора Это все нужно Одна из проблем Которая была В Финляндии Очень большая Это естественно Самоубийство Это был Очень большой Бич В Финляндии Потому что Ну Тоже климат Депрессия Отсутствие солнца Дожди Это Есть Это Очень важный Фактор И поэтому Работа психолога В Финляндии Это очень Востребованная Работа Очень много Людей Учатся На психологов Они хорошо Получают И Мы видим Что они Очень сильно Помогли В Финляндии Потому что Количество Самоубийств В Финляндии Очень сильно Сократилось Потому что Буквально Там 10-15 лет Чуть ли не Первые в рейтинге Были Именно Из-за климата Ну Такая же Проблема В Питере Такая же Проблема Вообще В постсоветском Пространстве Это Есть такое Просто Где-то На это Закрываются Глаза Где-то С этим Борются Вот Успешно Да Еще одна Проблема В Финляндии Это Алкоголизм Это тоже Проблема Многих Северных Стран То есть По выпитому На душу Населения Это конечно Больше Чем в России Гораздо Больше Финны Тоже С этим Борются Завышают Цены Ну конечно Кто хочет Они там Приезжают Кто в Питер Кто там В Таллин На выходные Там Выпивают Или закупаются Но В целом Борьба идет И на этом уровне Серьезная борьба И Понятно Что Финны Эту борьбу Выиграют Иначе Они бы уже Давно Исчезли Ну Будем Пожелаем Успеха Мы сегодня Не об этом Говорим Я так Периодически Буду Напоминать Какие есть Плюсы и Минусы По ходу Разговора Итак Мы поговорили О способах Иммиграции Через Корни Через Учебу Через Работу Это все Можно отдельно Изучить Поставить Цель Попробовать Понятно Там Брак С гражданином Финляндии Это тоже Один из способов Получить документы У нас Финляндия Через границу Многие Идет обмен Связей Иногда Случаются Браки Это тоже Все работает Все нормально Приятно Что Финляндия Также Отменила Закон По которому Только одно Гражданство Разрешалось Закон Был отменен Кажется В 2003 Году И С тех пор Мы видим Что многие люди Возвращаются В финское гражданство Потому что Были случаи Когда человек Уезжает из Финляндии К примеру Кто-то Выходит замуж За австралийца И дальше Уже Получает Австралийское Гражданство И тем самым Он терял Финское гражданство В итоге Сегодня Человек Такой может Вернуть Себе Финское Гражданство Их дети Могут вступить В финское Гражданство Ну и Также Мы видим Что сегодня Также Многие люди Склонны Получать Финское Гражданство Не терять Своего Если оно Им очень дорого И ценно Что важно Ну Поговорим Сейчас О нашем Любимом Способе Миграции Это через Подачу На политубежище Что это Как это Работает Потому что В Финляндии Очень долго Был принцип Не ссориться С Россией И В принципе Россия Она Рассматривалась Как безопасная Страна Финны Очень Четко Соблюдали Правила Что Если Человек Въехал На ее Территорию Через Безопасную Страну То Этот Человек Он Депортировался На родину Ему Было Отказано В убежище А раньше Такого Человека Могли Даже Посадить В тюрьму На пару Дней Там Или На пару Недель Сегодня Финны Решили Ужесточать Это дело Сегодня Создаются Лагеря И Некоторые Лагеря Достаточно Некомфортны В отличие От финских Тюрем И Иногда Человека Могут Посадить На Неопределенный Срок Если Он Необоснованно С точки Зрения Финляндии Подает На убежище Финны Очень За этим Следят Следили Но Конечно Ситуация Меняется Во-первых Хотя Вся Россия Считается Безопасной Страной Для Финляндии Чечня И Запады Страны Кавказского Региона Они Республики Дагестан Мы видим Осетия Они Были Все-таки Признаны Небезопасными Поэтому Люди Из этих Стран Им Давали Убежище Но Старались Не пускать В Финляндию И Не давать Им Визы Это Известная Практика Ситуация Изменилась Радикально Когда Начались Квоты Евросоюза На прием Беженцев И Пошли Страны Африки Страны Азии Сирии Афганистан И Сегодня Конечно В Финляндии Достаточно Много Беженцев Из этих Стран Многие Многие Бьют Панику Сказать Что Все Плохо Не скажу Во-первых Что Отмечают Сами Жители Лагерей Которые Живут В финских Лагерях Они Говорят О том Что Немножко Состав Этих Беженцев Качественно Отличается От Пример От тех Кто В Греции В Италии Или даже В той же Германии Почему Во-первых Это Северная Страна Финляндия И Мало Кто Туда Доезжает И Тот Кто Туда Доезжает Это Люди Которые Знают Зачем Едут То есть Они Едут За Спокойствием За Цивилизованной Страной Хотя Сложный Язык Суровый Климат Эти Люди Чаще Всего Это Люди С высшим Образованием Даже Из Африканских Стран Или Из той же Сирии Часто Это Те Же Врачи Евристы Очень Много Даже Обеспеченных Людей И Вот Это То Чем Отличаются Многие Лагеря В Финляндии От Лагерей К примеру Южной Европы Но Лагеря От Лагеря Отличаются Это Важно Понять И Если Ты Решишь Ехать В Финляндию Подавать На убежище То Лучше Конечно Не Попадать В большие Города Как Хельсинки Там Лагеря Тоже Большие Крупные И Не Очень Качественные И К примеру Мои Одни Знакомые Они Попали В лагере У Опенранта Они Рядом То есть Они Подавались Перешли Через Границу С Карелией Подались В Опенранте И Дальше Уже Их Там Неподалеку Поселили В Лагере Лагерь Который По сути Напоминает Ну Такой Пионерский Лагерь В лесу Хорошая Природа Хорошие И У них Комнаты И Обстановка И В лагере Тоже Живут Люди Из Африки Из Азии Но Они Живут Отдельно Очень Приличные Люди Русских Поселили Всех Отдельно Обычно Это Молодые Семьи Мои Друзья Они Приехали Уже Бременные Уже Успели Родить Прекрасно Родили Им Все Нравится Хорошая Медицина Хорошее Обслуживание И Что Важно Их Очень Хорошо Встретили Как у них Получилась Иммиграция Коротко Расскажу Они Имели Финские Визы У них Просто Они на машине Приехали В Финлядию Обратились В полицейский Участок В Опенранде Полиция Очень Хорош Приняла Узнала Как у них Дела И Какая Причина Спросила Есть ли у них Где жить Есть ли у них На что Жить Ребята Честно Открыли Карты Показали Да У нас Есть Это Это А вот этого Нету Это Тоже Нету Ну Говорит Не проблема Ребят Достаточно Быстро Привезли В Распределительный Центр Оттуда В лагерь Пришли Первое Интервью И Что Хорошо Что Сегодня Очереди На интервью В Финляндии Достаточно Быстрые Ребята Говорят Что Примерно 2-3 Года Нужно Примерно 2-3 Месяца Это Не Америка Недавно Записал Видео Про Америку Да Примерно До главного Интервью Поэтому Сроки Вполне Приличные Хорошие И Мои друзья Это Религиозные Беженцы Их Церковь Нашу Церковь Запретили В России Они Поехали В Финляндию И Почему Я раньше Не делал Видео Такого Потому Что У нас Не было Понимания Того Как Финляндия Принимает Реагирует На людей Которые Как Религиозные Меньшинства Запрещенные В России Бегут В том числе Финляндию Сегодня Мы видим Что Финляндия Потихонечку Разворачивается Лицом Таким Людям Им Оказывают Радушный Прием Также Мы видим Что Хотя Нет Много Положительных Решений Но Нет И Отрицательных Решений То есть Многие Дела Просто В подвешенном Состоянии Но По всему Видно Что Финляндия Готова Предоставлять Убежище Просто У них Еще Не Выработана Четкая Позиция То Что С Этим Делать Но Есть Уже Позитивные Решения В любом Случа Людей Принимают Их Обогревают Им Дают Учиться Вообще Социальное Пособие Примерно Как Ребята Говорят 75 Евро На Человека Отдельно Дают Деньги На Детей Маленьких Приличные Суммы Там Кажется Порядка 350 Евро На Ребенка Дают Неплохие Деньги И Первые Три Месяца Нельзя Работать Официально Но Можно Работать Неофициально Но При этом Ты должен Наповестить Своего Социального Работника Который Тебе Занимается Что Ты Работаешь И По словам Ребята Если Ты Зарабатываешь Меньше 150 Евро В месяц То Тебя Не Снимают Пособия А Если Ты Зарабатываешь Больше То По сути Тебе Пособие Уже Не Нужно Есть Медицина У тебя Есть Жилье Есть Помощь С одеждой И Социальная Адаптация Язык И тому Подобное Это Здорово Это Точно Здорово Примерно Ты Студент Ты Тоже Можешь Работать Но Очень Ограниченное Время То Ты Не Можешь Работать Полную Неделю Это Важно Другой Момент Что Финны Понимают Что Язык Сложный Страна Непростая Много Законов На Все Нужно Учиться Любая Профессия Дворник Садовник Посуду Мои Ты Должен Пройти Обучение Это Немножко Похоже На Германию Но Мы Видим Что Адаптационный Период В Финляндии Это Четыре Года Они Считают Что Четыре Года Тот Срок Который Тебе Достаточен Чтобы Ты Мог Самостоятельно Обеспечивать Себя И Приносить Пользу Отношения Не Пользуются Уважением Но Есть Разные Обстоятельства И Поэтому Все Это Понимают В целом Конечно Люди Нормальные Они Хотят Быстрее Взяться За Ум Особенно Молодые Строить Карьеру Что-то Добиваться И Уже Не Зависит Ни От Кого Поэтому Мы Видим Что Финляндия В этом Отношении Очень Неплохая Страна Мои Друзья Которые Туда Уехали Они Очень Довольны Говорят Что Люди Приветливые Они Очень Рады Что Они Попали Через Опен Ранду Видят Что Это Очень Приличное Место Многие Кто Едут Именно В Хельсинки Они Сожалеют Потому Что Большой Город Это Не Значит Что Ты Легко Найдешь Работу Такой Вот Момент Потому Что Вот В Америке К примеру Большой Город Нью-Йорк Чикаго Это Значит Ты Найдешь Работу Или Мюнхен Или Франкфурт На Майне Берлин То есть Это Одно С другим Связано Тем более Париж У Франции Здесь В Финляндии Немножко По-другому Потому Что Мы Видим Что Многие Беженцы Которые Идут По квотам Их Устраивают На работы Разные И В принципе Работы Мало В Хельсинки Вообще В Финляндии Многие Жалуются На отсутствие Работы Но Это Мы Поговорим Отдельно Очень часто Это Пропаганда И очень часто Это Зависит От человека Есть Люди Которые Приезжают И через Два Дня Уже Работают И Вперед Прекрасно Работают Быстро Учат И Из Тех Кто Всю Жизнь Ноет И Все Плохо Это Тоже Мы Видим Очень Деферентно Это От человека Зависит И Поэтому Не стоит Об этом Даже Говорить Поэтому Давайте Подводить Итоги Насчет Финляндии Есть Разные Способы Иммиграции И Если Говорить О политубежище Это Хороший Способ Иммиграции В том Смысле Что Это Рядом С Россией Если У тебя Есть Действительно Основания И Ты Рискнешь То Ты Сразу Попадаешь В Финляндию Не Через Какие Третьи Страны Там Едешь Петербург Стоит Доехать До Границы И Дальше Ты Можешь Делать Какие Дела В Финляндии Мы Видим Что Страна Где Достаточно Много Русской Общины Говорят Около 2% Населения Финляндии Особенно Восточная Часть Финляндии Ближе К Питеру Ближе К Карелии Там Много Русскоязычных Та же Обменранта И Можно Как-то По чуть-чуть Найти Себя И знакомых И адаптацию И потихонечку Длиться В жизнь Так же Много Эстонцев Переехало Кто тоже Бувшие Советские Люди И Насчет Детей Конечно Это все Я буду Отдельно Видео Все-таки Делать О пропаганде В целом Говорят Что Никого Никто Не забирает Стараются Помочь Стараются Помочь Проблеме Которые В семье Естественно Отдают Предупреждение Вначале Стараются Чтобы Обезопасить Ребенка Прежде всего Потому что Мы видим Что В России Примерно Узаконено Сейчас Насилие В семье По сути Недавно Мужик Какой-то Своей жене Руки Подрубал За подозрение Что у нее Есть любовник И Хотя она В полицию Обращалась До этого Говорит Что муж Ей угрожает Конечно Это Свободная Страна Но Никто Не хочет Жить В такой Стране Где тебя могут Все отрубить И Тем более Детей Сколько Покалеченных Но Винны Они Заботятся О детях И Наверное Детям Скажут За это Спасибо Это Факт Поэтому Ты можешь Все Взвесить Все За И Против Какие Еще Моменты Я посмотрю В письме Писали Ну Да Что Ребята Говорят Что Медицина Действительно Такая Хорошая Что Например Даже Зубы Лечит Такое У них Было Вот Это Моя Знакомая Она Временная Была И Врач Назначил Лекарства И Она Попросила Изменить Лекарства Потому что Это были Не натуральные Лекарства Химические Она Хотела Только Натуральные И Без проблем Выписали Другие Лекарства Возможно Чуть Дороже Но Натуральные И Они Были Удивлены Приятно И Видим Что Роды Пришли Великолепно Очень Хорошее Обслуживание Это Здорово Вообще Также Мы Видим Что Сложный Язык Это Факт С Языком Придется Помучиться Но В принципе Дети Очень Быстро Выучивают Язык Тоже Как бы Способности Это Все Не важно Я думаю Что Если Человек Захочет Он Это Преодолеет Какой-то Бытовой Язык У него Все Будет Поэтому Финляндия Мне Кажется Достаточно Так Несправедливо Обижено Внимание У Многих Иммигрантов Потому Что Многие Они Как раз Ставят Цель Попасть В Америку Туже Германию Что-то Такое Яркое Теплое Веселое Испания Италия И можно Понять Людей Что Хочется Тепла Солнца И веселухи Но Финляндия При этом Дает Кое-что Намного Более Ценно Это Прекрасная Природа Это Стабильная Экономика Это Очень Правильные Стабильные Люди Причем Очень Хорошие Порядки Очень Безопасно Тихо Кто-то Скажет Сколько Тень Но Мне Такая К примеру Нравится Атмосфера Я очень Люблю Спокойствие Люблю Природу Люблю Когда мало Людей Мне это Нравится И когда Люди Спокойно Не лезут В душу Кому Что Кому-то Нравится Шумная Греция Или Италия Или Турция Каждый Сам Выбирает По факту Скажу Что Многие Выбрали Испанию Да Когда Ездишь В отпуск Все Супер А когда Эмигрируешь Получается Как-то Не супер Очень Часто И с Работой Сложнее И с Адаптацией Сложнее И Уже Солнце Не греет И мухи Кусают Важно Все Такие Факторы Принять Во Внимание В этом Смысле Финляндия Чем-то Похожа И на Канаду И на Великобританию То есть Северные Штаты Северные Страны И Германия Чем-то Похожа То есть Где у них Правильно Работают Законы Где у них Люди Грамотные Всегда Учатся И знают Много Языков Это Прекрасно Поэтому Насчет Финляндии Подумай Очень Скоро Присылать Свежие Истории Кто Как Это Подавался И я Буду Эти Истории Выкладывать На Сайте И на YouTube Канале Поэтому Смотри Размышляй Думай Также Мы знаем Что На Финляндии Очень Легко Получить Визу И Можно Приехать В Финляндию Просто По Визе Собственно На Таможне Сдаваться На Сайте Можно Найти Контакты Даши Которая Занимается Визами Очень Хорошо Получается Мне Нет Случа Чтобы Даша Не Была Прокола С Финской Визой Точно Поэтому Можно Пробовать И Дерзайте Успехов Пока